Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спасибо за возможность выступить на столь уважаемом форуме и доложить о наших результатах амбулаторно-нутритивной поддержки онкологических пациентов и программе, реализованной в нашем городском онкологическом диспансере города Санкт-Петербурга. Продолжение следует... ...где изучалось качество жизни пациентов, какие факторы влияют на качество жизни онкологических пациентов. И мы видим, что ни локализация опухоли, ни виды лечения, ни стадия заболевания вносят огромный вклад в качество жизни пациента, а именно нутритивные недостаточности и потери веса. До 50% вклад этих показателей в качество жизни онкологического больного составляет. Если учитывать распространенность нутритивной недостаточности среди онкологических больных, то по данным Фаброва в 2012 году на первом месте стоят все же опухоли головы и шеи. Это связано с локализацией, конечно же, и нарушением продвижения пищевого комка и приема пищи. 100% пациентов практически страдают от нутритивной недостаточности. Рак желудка на втором месте, 87% пациентов страдают от нутритивной недостаточности. На третьем месте рак поджелудочной железы, на четвертом рак толстой кишки. То есть на этих пациентов в амбулаторных условиях нужно обращать наибольшее внимание, это потенциальные кандидаты, практически все из них, на вот эту программу по нутритивной поддержке. В России тоже проводились исследования о том, как влияет нутритивная поддержка, энтеральное питание на реабилитацию пациентов. Вот статья была в журнале «Онкохирургия» в 2010 году, где излучалось влияние препаратов нутризонной тридеринки «Фортикер» на послеоперационные осложнения. То есть во время ближайшего послеоперационного периода пациентов питали этими препаратами и сделали такой вывод, что когда проводилась эта поддержка, то есть в 2009 году, по сравнению с 2005 годом, когда она не проводилась, общая частота послеоперационных осложнений снизилась в три раза, средний койко-день уменьшился на 2,4%. Также оценивалось и предоперационное применение энтерального питания у пациентов с опухолями головы и шеи. Это было корпоративное исследование, где участвовали 7 центров, центры Москвы, Петербурга, Самары, Саратова, Иркутска. И препараты использовались за 2 недели-10 дней до операции. И авторы сделали следующие выводы. Препарат использовался в «Фортикер» компании «Нутриция». Использование энтерального питания способствовало увеличению физической активности, снижению выраженности анорексии, улучшению общего самочувствия, уменьшению количества осложнений с 16 до 9%, сокращению паранетерального питания, сроков пребывания в стационаре. И поэтому с целью ближайшего восстановления показателей реабилитации пациента было предложено продолжать прием препарата на дому после выписки из стационара. И благодаря усилиям нашего главного врача и его работой с Законодательным собранием города Санкт-Петербурга удалось включить в программу развития здравоохранения Санкт-Петербурга на 2015-2020 год статью об обеспечении бесплатным сбалансированными смесями на 5 лет пациентов с опухолями головы и шеи в переоперационной и перехимии лучевой периоды. Эта программа работает у нас с 1 сентября 2015 года по настоящее время. Реализуется она в стомоцентре городского онкологического диспансера города Санкт-Петербурга. За это время энтеральным питанием было обеспечено более 2000 пациентов, что составляет в среднем 80-100 человек в месяц. В 2018 году программу удалось расширить благодаря заведующей отделения стомоцентром, где именно производится реализация этого питания, и включены пациенты с опухолями пищевода и желудка. Пациенты получают питание абсолютно бесплатно за счет действующего контракта и средств города. За 2018 год питанием было обеспечено 703 пациента, проведено 1006 приемов по нутритивной поддержке. Препараты, которые получают наши пациенты, это в основном препараты для сиппинга, то есть препараты, которые пьют пациенты сами дома через рот. Это препарат Фортикея, который специально разрабатывался для онкологических пациентов и представляет наиболее сбалансированную смесь именно для наших больных. И предпочтительно его применять при диарезах, порах и мукозитах. И второй препарат – это нудридринкомпакт протеин, препарат с повышенным содержанием белка и энергии. Поэтому мы используем его у пациентов наиболее ослабленных, коксичных пациентов, больных с отеками. Также мы имеем препарат Нутризон-Диазон в последнее время, который мы назначаем пациентам с зондовым питанием, с гастростомами. На уровне амбулаторного звена наши врачи для того, чтобы понять, нуждается пациент в нутритивной поддержке или нет, используют больную шкалу, которой рекомендована ЭСМА в 2008 году. То есть нужно задать пациенту просто простых три вопроса для того, чтобы примерно сделать вывод о том, необходимо ли ему дополнительное питание. Первый вопрос – отметил ли пациент спонтанное снижение массы тела за последнее время, если да, то насколько, и имеет ли он снижение объема питания и, как следствие, снижение веса. И при получении двух баллов и более пациент направляется в стомоцентр, где уже он приходит с биохимическим и клиническим анализом крови, где проводятся исследования антропометрические, то есть он взвешивается, определяется его рост, определяется его окружность тела, и на основании этого высчитывается индекс массы тела, и высчитывается также степень его нутритивной недостаточности. Вот мы видим, как распределяется степень легкая, средняя, тяжелая в зависимости от концентрации различных белков, лимфоцитов в биохимическом анализе крови, а также на основании дефицита массы тела и индекса массы тела. У нас существует база данных пациентов, то есть каждый пациент вносится в компьютер, и уже компьютер на основании вот этих антропометрических и биохимических анализов, которые внесены, рассчитывает энергетическую потребность этого пациента, его действительный расход энергии и какое количество дополнительного питания ему требуется. Статистика отделения. Позвольте представить, на данный момент у нас на активном учете стоит 833 пациента, то есть они получают в настоящее время питание. По возрастному составу это в основном пациенты от 50 до 70 лет. За 2015 и 2017 годы, когда мы включали только пациентов с опухолями головы и шеи, то мы видим, что большинство больных, получающих питание, это были пациенты с опухолями гортани, 37%. На втором месте стояли опухоли языка и опухоли полости рта. В 2018 году, когда включили пациентов с опухолями желудка и пищевода, мы видим, что на первом месте сейчас у нас пациенты с опухолями желудка и на втором месте опухоли пищевода, на третьем месте опухоли головы и шеи. Связано это с процентным соотношением, потому что в общей массе заболеваний опухоли головы и шеи занимают не такой большой процент. Пациенты в стомоцентре до и через 2-3 недели после приема энтерального питания заполняют специальные анкеты, где они оценивают количество употребляемой пищи, оценивают, какую пищу они могут кушать, жидкую, твердую. И вот мы приводим вам анкеты пациентов, эта выборка была 54 пациента через 3 недели после приема энтерального питания. Мы видим, что до начала приема энтерального питания 65% могли кушать только жидкую пищу и 10% могли есть любую пищу. Через 3 недели после приема энтерального питания ситуация изменяется в лучшую сторону, уже только жидкую пищу могут есть меньшие людей 33%, а любую пищу 21%. Также, если мы оценим нижнюю таблицу, мы видим, что 80% до начала приема энтерального питания считали, что общий объем их рациона питания уменьшился, они кушают мало. И после начала энтерального питания таких осталось только 68%. Компьютеризирована сейчас и возможность расчетов. Мы видим, что на компьютере мы можем сделать выборку, но в частности здесь, например, мы взяли 32 пациента, которым проведено консервативное лечение с начала этого года. То есть это химиотерапия, лучевая терапия или химиолучевое лечение. Мы видим, что пациенты тут и по фамилиям сразу выведены, и вот как изменяется динамика их лимфоцитов, альбумина, общего белка, ну и, конечно же, индекса массы тела. То есть индекс массы тела растет, общий белок растет, и количество осложнений пациентов с осложнениями тоже уменьшается после приема энтерального питания, во время проведения вот этого консервативного лечения. Ну, здесь более подробно, более крупным планом мы взяли группу пациентов в прошлом году, которые прошли с лучевой терапией за 2018 год, таких было 44 пациента. Вот как изменялась от визита к визиту их динамика общего белка. И, ну, на данном слайде мы посмотрели пациентов, получавших химиотерапевтическое лечение за прошлый 2018 год, динамика лимфоцитов от визита к визиту при получении энтерального питания. Мы видим, что динамика положительная. Мы оценивали также вкусовые предпочтения пациентов, какую смесь пациенты выбирали, онкологические пациенты, для приема. То есть во время первого визита пациентам выдавалось несколько смесей по их, в общем-то, желанию. А на следующих приемах пациенты выбирали уже ту смесь, которая предпочтительно была конкретна для данного пациента. И мы видим, что на первом месте у нас получилась смесь фортикер со вкусом персика, имбирь, 173 пациента получила. На втором месте вкус был нутри-дринк персик-манго, на третьем ваниль, на четвертом капучино-кофе. Ну и новые продукты я выделила красным цветом. Эти продукты, в общем-то, достаточно недавно стали использоваться, но мы уже видим, что нутри-дринк, компакт протеин охлаждающий, фруктово-ягодный, займет свою достаточно значительную нишу, потому что пациенты с лучевыми эпителиитами очень хорошо на него реагируют и, в общем-то, предпочтительно выбирают его. Здесь отражена динамика физической активности пациентов во время приема энтерального питания. Эта шкала несколько похожа на шкалу ИКОК. Мы видим, что в верхней части таблицы пациенты наиболее активные, которые ведут обычный образ жизни, и с каждой строчкой, в общем-то, активность их снижается, и на последнем месте пациенты, которые лежат, практически не встают. Мы видим, что до приема пациенты находятся в основном в нижней части таблицы, мы видим, что 50-30%, большую часть дня они сидят, лежат, делают самое необходимое. После приема энтерального питания пациенты отвечают уже по-другому. Мы видим, что они как бы смещаются в верхнюю часть таблицы, то есть их физическая активность значительно улучшается, они чувствуют себя полными энергией и ведут жизнь лучшего качества. В стомоцентре существует пособие для пациентов. Мы видим пособие по энтеральному питанию, то есть пациент здесь получает рекомендации не только по лечебному питанию, но и по питанию обычному, то есть как кушать, что он должен кушать дробно, как должны выглядеть продукты, чтобы, в общем-то, рацион был более сбалансированный. Ну и другие книги по пособию, по уходу за трахиостомой, по голосовому протезированию, но это касательно пациентов с опухолевыми головой и шеей, также по уходу за гастростомой у нас есть пособие. Для получения энерального питания пациенту в нашем центре необходимы следующие документы. Наличие прописки в городе Санкт-Петербурге, то есть любой пациент из любого лечебного учреждения может быть направлен врачом для получения энеральной поддержки. Телефон здесь указан. Полис пациента должен быть медицинского страхования СНИЛС, выписка текущего года с подтверждением диагноза злокачественного образования головы и шеи, пищевода или желудка, рекомендации врача по назначению энерального питания и клинические и биохимические анализы крови для оценки результатов лечения. Какие же реалии и проблемы на сегодняшний день существуют в нашем центре? Когда эта программа только начиналась, пациентов было мало, приходилось звонить, активно пропагандировать эту программу. Сейчас все об этой программе узнали, пациентов теперь крайне много посылают, всех, кого надо и кому не надо. То есть отсутствие информированности онкологов о контингенте пациентов, нуждающихся в нутритивной поддержке. То есть сейчас большое количество пациентов, которым приходится отказывать, которые не нуждаются в нутритивной поддержке, из этого следует загруженность отделения, отказы и недовольство пациентов. Ну и, конечно же, отсутствие правовой базы, отсутствие приказов Минздрава, регламентирующих этот вид медицинской деятельности, и отсутствие критерий в завершении нутритивной поддержки для палеотивных пациентов. Всегда очень сложно отказать больному, в общем-то, умирающему в дополнительном питании. Позвольте сделать следующие выводы. Нутритивная амбулаторная поддержка онкологических пациентов может быть рекомендована в предоперационном периоде для улучшения переносимости радикальных оперативных вмешательств и улучшения репаративных процентов. Для пациентов, которым проводится химиотерапия или лучевая терапия, в случае, когда анорексия, тошнота, рвота и мукозит обуславливают ухудшение соблюдения режима противоопухолевого лечения и приводят к накоплению задержек и снижению эффективности лечения. И для некоторых пациентов с неизлеченными онкологическими заболеваниями, которые скорее могут умереть от голода, чем от прогрессирования опухоли в целях сохранения их жизни. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.